Собрание депутатов сможет проводить сессии в режиме ВКС. Соответствующее решение принято на внеочередной сессии регионального парламента. Депутаты внесли изменения в регламент Собрания депутатов и окружной закон о статусе депутата Собрания депутатов Неницкого автономного округа. Внеочередная сессия окружного собрания депутатов прошла сегодня в Наринмаре. В регламенте внеочередной сессии всего два вопроса. Предлагается предусмотреть проведение заседаний Собрания депутатов и его органов в дистанционном формате в режиме аудио- и видеоконференц-связи. Как отмечается в пояснительной записке, практика внесения аналогичных изменений уже имеется в Российской Федерации. Например, заочное голосование и проведение заседаний в режиме ВКС практикуются в Ямало-Ненецком автономном округе. Вот сегодняшний день по всей России ввели такой режим повышенной готовности. То есть изолировали определенные количества, в том числе мы попадаем с вами в определенную группу риска. Жизнь не останавливается. Чтобы обеспечить работу, нормальную, хорошую работу, не остановить работу депутатского корпуса, рассмотреть возможность проведения именно в таком режиме, в режиме видеоконференц-связи. Основная цель таких изменений – создать условия для легитимного принятия решений в удаленном режиме, поясняет председатель собрания депутатов Александр Лутовинов. Регламент дополняется новой главой – форма проведения заседания собрания депутатов и его органов. Она определяет процедуру проведения заседаний. Депутат, если он находится удаленно, в силу тех или иных причин, он может непосредственно принимать участие в работе сессии и, соответственно, принимать решения по тем вопросам, которые там будут означены. И это касается и других форматов. И, кроме того, это касается и тех, кто принимает участие в той или иной работе, которую я уже обозначил. Поэтому это и приглашенные, это и докладчики, это наши департаменты и так далее, и так далее. Вместе с тем устанавливается, что в повестку дня сессии, проводимой в режиме ВКС, не могут быть включены отдельные вопросы. В их числе вопросы принятия и изменения устава округа. Бюджетные вопросы избрания губернатора Ненецкого автономного округа на должность собранием депутатов округа. Вопросы, решения по которым принимаются собранием депутатов путем проведения тайного голосования. Я считаю, мы не только сейчас один вопрос решили по участию депутатов, чтобы они максимально принимали участие в данной работе. А такой же формат есть, вы знаете, когда депутат оставляет голос и председатель мандатной комиссии озвучивает позицию депутата по тому или иному вопросу. А сейчас мы что будем делать? Он может не только оставлять свой голос, но принимать участие и в обсуждении. Кроме того, в режиме ВКС не могут рассматриваться вопросы о назначении на должность мирового судьи, членов избирательной комиссии и принятии решений о досрочном прекращении их полномочий. Такие же ограничения и в отношении счетной палаты Ненецкого автономного округа, а также по вопросам назначения выборов и референдумов. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».